Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают короче на высоте 1000-100 чем-то метров мы двигаемся вперед слева елки справа горы долины село внизу да вот юля фешей лиза и сверх оптимистичный андрей короче да да мы прощаемся до заходим в лес хорошо буду осторожно действительно сколько все теперь мы засняли вход в лес и места шикарные ну блин внизу поставим 500 Ну и меня можешь сфоткать. Поднимаемся по хребту. По хребту короче. Мы уже пару раз чуть не упали вниз. Покажи тут вот этот склон. Такой шея ломательный. Нам надо еще идти вперед. И скоро уже сфоткать. Надо успеть сфоткать и не дойти. Не убиться. Да. Точно надо не убиться. Да, мы тут уже все мокрые, голодные. Уставшие. Впереди тропа хоббита. Все порушиваем хум. И грязи. До новых встреч. Ни о чем не думаешь. Просто. Я на телефон сниму. Все равно я еще буду снимать. Буду показывать, где я тут еду. Тут реально шея ломательная. Тропа. Уху. Ла-ля-ля-ля-ля. Уху. 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 До Руи. Уху. Я смотрел. Кроме fell, перед bem. Уху. Ну конечно её будут сниматься. Да, что еще неères, каково не я понял. Нет. Я вообще такого не humbertyred. Я под종ялся выше чем думал. И представлялся. теперь блин поездки на велике в лес и для меня это будет просто как знаешь вот так фигня два пальца впереди еще ночь на головой жрачку и идти дальше этим и займемся я просто не не снимай меня потом снимешь я одену я уже я уже иду можешь подержать тут мы за ночеваем я надеюсь мы будем уже лезть спать блин смотрел репортаж чувак как ночевал вообще блин ни снега ничего там ходил в прошлом году привет не свети в камеру наша первая ночевка огня мало что тут наша первая короче еда приготовленная на костре еда приготовленная подножье по вещам только не так чуть так все я кидаю это все в кастрюлю потому что оно нифига не так по дну подножье мы замесли промокли ужасно покажи мои ботинки вот мои ботинки и что они промокли я уже одел шестяные носки и шапку одел одел под низ рисовую кофту посвяти на снег вот снег такое чувство как будто сейчас февраль месяц я посвяти зимы оказался среди зимы блин в мае да а вот там кстати еще не мая еще 30 апреля да апреля ну не загорелись а скоро очень у кого-то наступит день рождения я не может быть у меня телефон перестал показывать реальное время уже давно он уже давно показывает что уже 2 часа ночи потому что смысла нет от так макароны сейчас кидать да сейчас наверное наверное короче еще посыпать снимаешься да конечно приятного аппетита попрошу на нашу стоянку уже идет закус по воде там вот наша стоянка мы почти уже собрались вот Леша и Лиза вот Андрей а вот а вот а вот вот наши рюкзаки которые стали не легче наверное скорее всего тяжелее срач ну вот наш привал был тут мы кушали грелись ведро не наше вот такой вид мы видим сейчас на это небольшой вершине сильно дует ветер что не есть хорошо нам нужно идти вон туда что мы сейчас и будем делать вон туда сейчас а пришли мы вон с того села мы шли через лес через вот это там где крыша светится там где крыша светится вот оттуда вон наша именинница Лиза наши рюкзаки так что Юля не трать батарейку не трать батарейку не трать батарейку наоборот не трать батарейку на горы сними поля да у нее вон 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 с Мистер Президент и прыгает на него с рюкзаками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Я обожрался один раз и потом с изжогой полдня шел. Не, ну просто непонятно, зачем человек берет и лезет, это ж тяжело. Ну типа, привели сюда. Нехер делать просто человеку. Если бы он пахал бы где-то, вагон разгружал, то ему было бы не до этого. А так офисный пунктон сидит за компанией, надо куда-то расходить. Вот не зря поговорка, умный в гору не пойдет. Или неправда? Я вообще не работаю, я почти дома работаю. Ну все равно, ну да, дома понятно. Домовой пунктон. Цепличные жильцы. Дитя асфальта. Да. И микроволновки. Я микроволновки не знаю, но... Да блин, я живу на лестовом, я там лез. Скажешь, ты без микроволновки. Да. Да. А видите, здесь тоже очень там и где-то. Да, мы пошли вам встречать. Да. Да. Тебе любить, потому что нужно закрывать по мосту. Ааа, дойдем. Дойдем, кодись дойдем, да? Ну да. Ага, тушенки з собою набрали. Ну, дякуем вам за ваші поради. Добро вам теж прогулочки. Дякуем. Ну, иди свят он також. Я не знаю, я не знаю А будь? Что мучаяна? Мучаяна Что, к ним надо? Где? На той горе? Ну, видишь, да Вот так надо пойти вот туда А потом по хребту, а так вот И где-то аж вот там, вот за той горой Озеро? Да Но если хребет, то тут уже нет таких подъемов, как мы только что сделали Вот мы сделали подъем Аж оттуда А там мы ночевали Они не идут там Они не идут там Вот это вершина заснеженная Офигеть Ну да Вон сошла лавина А вон обсерватория наверху А чтобы по снегу ходить Я себе перемотала Пакетами мусорными и скотчем Ботинки Надо было купить бахилы В следующий раз Ну-ка Всем привет Так Уху Пару слов для прессы Для прессы И честно, я никогда не знал, что в мае будет такой снег, такая погода Я буду лазить У тебя бахилы У меня скотчем замотан У меня скотчем замотан Стоп, я хочу подъехать тоже Прикуйся, они там на горы Какая туча, смотри Здесь солнце, а там уже черное Ой-ой-ой Сказали, что мы будем завтра в дождь просыпаться Целая лень будет тоже Вот Собственно Где мы, что мы И, собственно Куда мы И как мы Наверное Хе-хе Да А там будет звук Не, может быть звук Будем сразу попрыгать И все-таки мы крутые Однозначно Однозначно Однозначно, да Не на школе Не на школе Впереди А? Как ты, Лиза? Как ты, Лиза? Да, блин, пришел А при минимуме мы должны Пойти туда Вернуться обратно А потом пойти по вот этим склонам И там где-то будет переночевать Ну там вообще Там вообще жесть Один снег Где там ночевать, я не представляю Нет, мы должны были пройти весь хребет А там нормальные ночлежки Ааа Поэтому мы не узнали быстро Чтоб это все успеть Ну, скажем так, поздно вышли Я думаю, это первый день Мы это спались Как? Ну, может быть Хе-хе-хе О, какая-то табличка Что тут у нас? Пипиван Дембруня Что тут у нас? Наверное Мые лаху Хе-хе Плюс Писает Еще Наверное опасный карниз, ну да, так и да, так и есть. Субтитры создавал DimaTorzok